Всем огромный привет! Меня зовут Алёна, я персональный стилист и вы попали на мой канал YouTube, который посвящен моде и стилю. И сегодня я подготовила для вас видео, можно сказать, по вашим девочке заявкам, потому что уже недели полторы, а то может быть и две, самый частый, один из самых частых вопросов у меня в директе в Instagram, если что мой аккаунт указан на экране и ссылка есть под видео. Так вот, в директе в Instagram и здесь иногда в комментариях на YouTube меня чаще всего стали спрашивать о том, где найти хорошее пальто на предстоящую, ну уже начавшуюся по сути календарную, по крайней мере весну, и тренч вслед за пальто, следующая категория это тренчи. Я решила, лучше я сниму отдельное видео, в котором покажу самые удачные, на мой взгляд, модели пальто и тренчи из сегмента масс-маркет. Причем, в чем плюс такого формата видео, несмотря на то, что на себе в этот раз я примерять не буду вещи, хотя может быть пара фотографий появится здесь, рядышком со мной, где я что-то наделу, но я вам смогу прокомментировать, показать вещи, которые подойдут девушкам с другой фигурой, нежели моя. Более высоким, более миниатюрным, тем, кто носит больший размер и так далее. И если вам тема пальто и тренча поиска этих двух вещей сейчас актуальна, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть это видео. И, наверное, стоит вначале оговориться, чтобы ни у кого не было там задних мыслей, каких-то внутренних вопросов. Это видео не спонсировано ни одним из брендов, о которых я сегодня буду рассказывать. И давайте начнем с пальто. Будет несколько брендов, будут гиганты масс-маркета и будет бренд, который уже не первый год на рынке, но тем не менее он не настолько массивно представлен в разных городах. Что касается, в принципе, выбора пальто в плане модели. Если вам нужно пальто на все времена, чтобы оно село на вас и подошло к большей части вашего гардероба, то, безусловно, касательно кроя вам необходимо учитывать индивидуальные особенности вашего телосложения. Может быть, у вас объемная грудь, может быть, у вас объемные ведра, может быть, вы метр пятьдесят два, может быть, вы метр восемьдесят два. Вот эти все нюансы необходимо учитывать. Но касательно цвета я рекомендую выбирать однотонное пальто. Либо оно может быть в клетку, но не контрастную, очень мягкую такую тоненькую. И, соответственно, это пальто должно по цвету сочетаться с большинством, самое главное, низов из вашего гардероба. И совпадать по стилистике с обувью, с которой вы будете его носить, ну, соответственно, в сезоне весна. То есть, не так важно, какие у вас сверха. Будет это свитер, худи, будет это блузка нарядная какая-то или еще что-то. И с под пальто будет виднеться, естественно, ваша обувь и низ. То есть, поясное изделие это джинсы, брюки, юбки, ну, либо это платье может выглядывать. Что касается платьев и юбок. Если вы девушка, которая часто их носит в сезон пальто, то есть осень и весна, я бы рекомендовала выбирать ту длину, которая скроет под себя ваше платье. Для чего? Для того, чтобы у вас не было еще одной задачи сочетать ваше платье по принту, по цвету, по фактуре с вашим пальто. И плюс, когда у нас две горизонтальные линии, то есть линия подола пальто, а затем еще линия платья подола, это все больше снижает рост и режет на ноги. Поэтому выбирайте пальто такой длины, чтобы ваши юбки, вы знаете, какую длину вы чаще всего носите, они под него прятались. Если же говорить конкретно о каких-то моделях, то в Zara есть неплохие пальто, но пока что их не так много, но они хорошие. Единственный момент, некоторые модели идут вообще без подклада, то есть это просто слой смесовой шерсти, шерсть чем-нибудь еще смешана в составе и все. Поэтому тут либо, если вы живете где-то на юге России, тогда вы, наверное, сейчас уже можете ходить в таких пальто, либо вам нужно искать другие модели, а эти оставить для, ну, например, конец апреля-мая. Я всю жизнь прожившая в Сибири, могу сказать, что подобные пальто, ну, наверное, раньше мая мы там не надевали, а сейчас, живя в Москве, ну, наверное, в принципе, если под подобное пальто надеть очень теплый свитер или какое-нибудь термобелье, можно начать в нем ходить уже в марте. В манго мне понравилось всего одно пальто, вообще как-то выбор манго трейчи были там неплохие, есть неплохие, я о них расскажу, а вот с пальто как-то очень-очень все грустно, очень много как раз-таки устаревших моделей пальто, неудачных моделей, укороченных моделей, моделей очень сложные, очень неудачные длине, это примерно середина бедра, не рекомендую вообще такое носить, выбираем модели, которые хотя бы закрывают у нас колено, либо опускаются ниже, тут уже ориентируйтесь на свой рост, если вы совсем миниатюрная, то не берите слишком длинное пальто, вы в нем будете выглядеть еще меньше. Также я нашла очень классные, обалденные в плане расцветки, достаточно лагоничные в плане кроя пальто на Asos, и они реально заставили меня улыбнуться, даже сейчас, когда я о них рассказываю, я их сейчас не вижу, но я помню эти цвета, я считаю это просто маст на весну, особенно в Москве, где нет солнца, не хватает именно света и солнечной какой-то вот этой энергии, хотя бы за счет вещей в ярких сочных расцветках, может быть это будет апельсиново-оранжевый, может быть это будет какой-нибудь неоново-зеленый, я понимаю, что я только что вам говорила о базе и выбирать пальто в цвете, которое будет работать с большей частью вашего гардероба, но не смогла удержаться, уж слишком они классные, красивые эти пальто, возможно вы просто ищите себе не первое пальто, не основное сейчас гардероб, тогда посмотрите вот на такие классные модели. И собственно говоря, бренд, который мне очень импонирует в плане выбора цвета кроя, он стоит недешево, учитывая, что это российский бренд, и это как бы сегмент, ну даже не middle, а по идее ближе к масс-маркету, это российский бренд All We Need, мне очень нравятся цвета, которые они выбирают для своих вещей, у них помимо пальто обалденные есть свитера из хлопка, я помню их еще с зимы, они мне запали, я по-моему вам про них тоже рассказывала, или здесь, или в инстаграм, так вот сейчас у них есть пальто, опять же, в таких вкусных цветах, в нежно-лавандовом, в красивых, естественно, оттенках бежа, в терракотовом, таком рыжевато-кирпичном цвете, очень красивые пальто, стоят они в районе 20 тысяч рублей, но мне прям очень сильно нравится, если ваш вкус совпадает с моим, посмотрите. И также хорошее пальто есть еще в бренде Market Wealth Stories, мне нравится этот бренд, мне импонирует его эстетика, его философия, вообще чистые линии, минимализм, в которых они выдерживают свои вещи в большинстве своем, и, собственно, да, пальто там тоже есть классное, есть пальто этого сезона модели, у них, насколько я помню, каждый месяц, собственно, название Market Wealth Stories, что 12 месяцев, 12 историй, ну, не будем сейчас углубляться в происхождение этого бренда, суть в том, что постоянно там пополняются коллекции, вот из того, что сейчас есть, я оставлю ссылки на те модели, которые мне нравятся, которые я считаю универсальными, но не забывайте проверять, если вам тоже нравится эта марка, если вы разделяете любовь к такой стилистике, к такой философии, то проверяйте их сайт, потому что постоянно появляется что-то новенькое. Теперь, что касается тренчи, тренчи это вообще моя большая любовь, я очень люблю этот предмет гардероба, честно, я не могу объяснить почему, но мне он кажется настолько женственным и сексуальным на девушках, я не знаю почему, может быть, потому что изначально это все-таки вещь из мужского гардероба, но когда девушка надевает такой объемный тренч, не тесный какой-то там, а именно объемный на свою хрупкую фигуру, мне кажется, это смотрится очень стильно и привлекательно. В общем, тренчи, я, кстати, уже обзавелась новеньким на этот сезон, и я уже выкладывала пост в нем в свой инстаграм, кто не видел, заходите, проверяйте, он был совсем недавно, буквально, наверное, на прошлой неделе, мне кажется, я его выкладывала, цвет тренча просто бомба, я в любви огромный, я там все-все-все написала в посте, где я его взяла и так далее, в моих покупках вы его еще не видели. Где же тренчи еще, я могу посоветовать посмотреть и обратить на них внимание. С тренчами ситуация как-то пободрее, чем с пальто, на самом деле, если мы говорим вот о тех же брендах, которые я перечисляла до этого, рассказывая вам о пальто, в Zara есть хорошие модели, разные, есть в беже, то есть самый базовый цвет, классика, классик на все времена, это бежевый тренч. Опять же, часто меня сейчас спрашивают в директе, в вопросах, девочки, вы присылаете, актуально ли покупать сейчас бежевый тренч? Конечно, актуально, естественно, это вещь вне времени. Главное, выбрать актуальную посадку. На сегодняшний день актуальной по-прежнему остается достаточно свободная посадка. Тренч достаточно длинный, но правильный лично для вас длины. Если вы дюймовочка, миниатюрная девушка, то выбирайте себе длину, которая закрывает колено и только, то есть она может быть до середины колена, а может закрыть его, и на этом все. Если же вы выберете вещь длиннее, я уже, в принципе, об этом сказала, когда говорила про пальто, но пускай я повторюсь, то вы будете в ней казаться еще меньше. Если же вы высокая, то вы можете выбирать тренч по сути любой длины. И что касается цвета, бежда это классика. Второй вариант, тоже весьма классический, это оттенки хаки. От более светлого, такого серовато-хаки, пастельного цвета, до насыщенного, практически уже, можно сказать, болотного оттенка хаки. Это все очень универсальные цвета, очень универсальные оттенки, и они очень хорошо комбинируются с базовыми другими цветами и вещами. Дальше, продолжая по брендам, в манго как раз-таки много тренчей. Единственное, цена их мне, конечно, не очень сильно нравится, для манго, потому что это все-таки масс-маркет. И тоже одна из вас, привет тебе большой, писала мне в директ на эту тему, ох и вздох, что как так, почему это столько стоит у нас в России, потому что в Европе эти же вещи стоят иногда в два раза дешевле. Я помню, первое мое удивление было в начале зимнего сезона с пуховиком тоже как раз-таки из манго, именно манго этим грешит, мне кажется, больше остальных. У нас этот пуховик классный, пуховик стоил порядка 14 или 13 тысяч, а в европейском манго, я сама лично проверяла, по-моему, заходила на сайт Нидерландов, он стоил порядка 7 тысяч, то есть разница огромная. И я понимаю, что оно, наверное, того не стоит, но мы с вами, многие точнее, находятся в России, кто меня смотрит, поэтому я говорю про российские сайты, имейте в виду, что если у вас есть возможность заказать как-то через Европу, вам это будет намного выгоднее сделать. Далее, хорошие тренчи есть, опять же, в 12 Stories, там их не так много, но модели достаточно удачные. Хорошие тренчи есть в Massimo Dutti, это ценник плюс-минус как в 12 Stories, то есть это выше, чем Zara и манго, но довольно-таки, ну, неплохие тренчи. Для миниатюрных девочек тренчи смотрим еще в Stradivarius. Я об этом уже говорила, когда снимала шопинг-влог со своей зрительницей, ростом 1,56 м была девушка, и вот на нее из Stradivarius тренч садится отлично. Если на меня он будет выше колена, ну, не до середины бедра, ну, прям плюс-минус где-то там он будет заканчиваться, то на Элине, которая со мной была как раз в этом влоге, он сидит хорошо, он закрывает ей колено, поэтому удачная длина для миниатюрных девушек. И опять же, говоря о миниатюрных девушках, девушках, наоборот, высокого роста, девушках плюс-сайз, не забывайте об ASOS, у них есть отдельные линейки на все случаи жизни для всех типов фигур, ростов и тому подобное. Есть линейка Petite для малышек, есть линейка Tall для высоких девушек, есть линейка Curve для девушек плюс-сайз со вкусными объемами, и есть еще линейка Maternity для девушек в положении, которые ожидают ребеночка. И как раз-таки на ASOS я нашла очень классный оригинальный тренч. Это тоже уже не совсем база, потому что они идут со вставками контрастными, но это смотрится свежо и интересно. Если у вас есть базовый тренч, но вам хочется освежить свой гардероб, и вы не знаете, что бы такое эдакое найти, посмотрите на эти, они очень-очень классные, мне прям понравились. И цены для них достаточно подъемные. И, кстати, чуть не забыла, в Zara в этой коллекции есть совершенно просто high fashion тренч. У него идут, по-моему, ремни на манжетах, плюс вставка из костюмной ткани по спинке или по бокам. Я столько пересмотрела, что я на память уже могу путать, но я в любом случае вставляю картинку, и ссылки на все вещи, да, как всегда, есть под видео в инфобоксе, проверяйте. И в Zara есть еще в такой же технике, в такой же стилистике выполненный жакет. Я когда увидела его в магазине, я подумала, то вообще, что за подиум пришел в Zara и оставил здесь этот предмет гардероба. Поэтому посмотрите, выбор действительно есть, он хороший, выбрать можно на разный бюджет, не вопрос. Кстати говоря, еще вспомнила, не могу поставить ссылку на этот тренч, но он обалденный, стоит 4,5 тысячи рублей. Этот тренч из BeFree, вы видели его на мне, если вы подписаны на меня, 25 раз говорю, в Instagram, потому что там есть немало интересное, рассказывала об интересном приложении, которое помогает ему составлять образы, и как раз-таки примеряла этот тренч. Но его, к сожалению, даже по артикулу, невозможно найти на сайте BeFree, у них отличается ассортимент, поэтому я оставлю вам фотографию рядом с собой, что это за тренч, и просто текстом пропишу его артикул, может быть, в вашем магазине BeFree, если вы туда придете, в стационарном, консультанты помогут вам его найти. Но тренч просто обалденный. Если бы у меня не было сейчас базового бежевого тренча, я бы купила себе его, не задумываясь вообще. А свой, кстати, идеальный базовый бежий тренч я нашла в прошлом году, или когда время так летит. В общем, я нашла его на Asos. Так что не бойтесь, не стесняйтесь заказывать с Asos. Повторюсь, видео не спонсировано, я просто желаю вам добра, делюсь своими находками и наработками, там действительно можно найти очень классные вещи. Ну что, на этом у меня на сегодня все. Я надеюсь, что я ответила на все многочисленные вопросы, где взять тренч, куда за ним идти, если мы говорим о масс-маркете. Надеюсь, что была вам полезна, что вы себе взяли на заметочку разные вещи и закроете этот вопрос в своем гардеробе. Желаю вам прекрасных покупок, отличного настроения. Если у вас есть какие-то пожелания по темам, которые вы бы хотели, чтобы я разобрала на своем канале, оставляйте их в комментариях под видео, а мы с вами увидимся уже совсем скоро. Будут шоппинг-влоги, поэтому ждите, чтобы их не пропустить. Обязательно подписывайтесь на канал. Я вас целую и обнимаю. Пока-пока!